Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас для вас новая игра. И как всегда для начала разберем же, что нам для нее понадобится. Нам для нее понадобится плотный лист бумаги, либо картон. Нам для нее понадобятся вот такие вот разноцветные резиночки для волос. Очень важно, чтобы они были небольшие. Нам для нее понадобятся цветные карандаши и ножницы. В чем суть игры и каким образом мы ее будем с вами готовить? Нам нужно будет для ребенка подготовить определенные карточки или шаблоны. Я сейчас расскажу про два варианта, как можно эту игру сделать. Можно изначально обвести ручку ребенка и вырезать. И как бы если будет картон плотный, можно даже поставить на подставку. И использовать вот таким вот образом. То есть нанизывать резиночки мы будем прямо на пальчики. И показывать таким образом. Либо, как мы любим с вами, делать карточки. Карточки с нарисованной ладошкой ребенка. Таких карточек нужно будет много. В отличии от шаблона. То есть шаблон мы можем вырезать один, а карточек сделать много. Но в чем плюс карточек, я объясню чуть попозже. Итак, сейчас мы с вами отрежем вот эту вот лесочку, на которой резинки держатся. И я покажу, в чем суть игры и как же в нее играть. Так, давайте пока попробуем с одним набором. Вот, например, берем мы шаблон ручки ребенка. Какая задача у ребенка, в чем заключается игра. Мы на каждый пальчик надеваем резинку определенного цвета. Например, на большой пальчик у нас будет белая. На указательный желтая. На средний игра. Красная не хочет. Красная. Потом оранжевая. И, например, фиолетовая. На мизинчик. Вот таким образом мы надели на шаблон наши с вами резиночки. Ребенок должен будет повторить данную последовательность уже на своей руке. То есть мы показываем шаблон, ребенок повторяет. То же самое, что мы с вами раньше делали с карточками. Повтори последовательность, закрепи название цветов. Закрепи, соответственно, умение действовать по образцу. То есть очень важное умение, которое пригодится ребенку в школе. Итак, если мы в таком вот формате оставляем на шаблоне, то что мы делаем с нашими карточками? На наших карточках мы ту же самую последовательность изображаем не с помощью резиночек, а с помощью карандашей. То есть если нам нужно изобразить точно такую же последовательность, то мы с вами используем для этого карандаши. Ну, белого карандаша у меня, к сожалению, нет. Но мы, допустим, можем обозначить простым карандашом просто белый цвет. Либо найти белый карандаш, такие тоже есть. А так мы рисуем вот таким вот образом. То есть наносим цвета, которые соответствуют цвету резиночек, цветными карандашами на шаблон. То есть вот если у нас идет цвет более такой бордовый, да, красный, мы его наносим на шаблон. И каждый пальчик обозначаем. Я сейчас тороплюсь, можно сделать это более эстетично, более красиво. В общем, смысл понятен, да? То есть вот таким образом мы рисуем, изображая те цвета, которые на резинках, на нашем шаблоне. Я хотела вам сказать плюсы карточек. В чем плюс карточек, да? В шаблон вроде бы удобно. Сделал одну ручку и меняешь резинки. И не надо ничего выдумывать и рисовать, но с карточками вы можете играть с ребенком вдвоем. Например, когда ребенок уже освоит основу этой игры, когда он уже все поймет и оценит правила, вы можете играть с ним на перегонки и тем самым как бы расширить, да, возможности этой игры. Вы можете играть даже большими компаниями. То есть карточки нам пригодятся в любом случае. Если вам хочется эту игру как-то чаще использовать, то я бы все-таки советовала использовать карточки. Вот такая вот у нас с вами получилась игра. Для нее, как обычно, ничего особенного нам не потребовалось. Наборы таких цветных резиночек можно найти во многих магазинах, даже в киосках, например, киоски Роспечати. Особенно сейчас, когда летний сезон, и маленьким девочкам любят завязывать хвостики, косички, используя данный вид аксессуаров. Цветные карандаши, я думаю, что у всех дома есть. Ножницы и бумага – это тоже такая вещь, которая у каждого в доме найдется. Если вы придумаете, каким образом еще можно разнообразить эту игру, мы будем ждать ваши варианты в комментариях. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А на этом у меня все. Пока-пока!